Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Неделя спорта». О последних событиях города Казани расскажу вам я, Владислав Сергеев. Внимание, смотрим! В Казани состоялось очередное крупномасштабное спортивное событие – чемпионат Европы по бадминтону 2018 в центре гимнастики. И побывала на нем Марина Вахрушева. Бадминтон из столицы Европы становится Казань. В этом году ей вновь выпала честь встречать лучших спортсменов из 37 стран мира. Каждому из них предстоит показать свое мастерство и подняться на пьедестал почета на одном из самых престижных европейских турниров. Я хочу поприветствовать вас от имени руководства нашей республики, поблагодарить Европейскую конфедерацию по бадминтону, конфедерацию по бадминтону нашей страны, за вновь указанное доверие и честь проводить этот чемпионат в третий раз в столице нашей республики – городе Казань. Ярко открыть сопровождалось выступлением ансамбля русских и татарских народных танцев. Бешеный ритм, синхронность и четкость выполнения элементов поразили зрителей. Они старались не упускать каждое движение танцоров, которые раскрывали историю республики и страны. После национальных танцев последовал парад участников турнира. Трибуны аплодировали стоя российским спортсменам. Вероятной поддержкой и любовью был наполнен зал, а слезы гордости и радости было сложно скрыть даже иностранным гостям. Чувствовалось единение болельщиков и атлетов и огромная сила народа. Российский флаг был доверен нанести студенту Академии спорта и туризма Анатолию Ярцеву. Он, как и Евгения Косецкая, представляли сильнейшие ракеты Татарстана в составе сборной России. После официальной части стартовали матчи командного турнира. Соперником Анатолия Ярцева был болгарин Димитар Янакиев. Первый гейм Анатолий выигрывает, что называется, в чистую – 21-14. Но во втором после проигрыша болгарину в 6 очков он теряет концентрацию и упускает свой шанс на победу. Анатолий признается, что не справился с ответственностью и с одолевшей паникой. Очень разочарован на самом деле с ходом матча, потому что начиналось все здорово. Почувствовал игру, почувствовал скорость и валан. Потом потерял концентрацию и не справился, наверное, больше с давлением и ответственностью перед командой, нежели с какими-то техническими, тактическими моментами. Не сказал, что у нас соперник был сильнее или быстрее, тактически как-то умнее. Нет, просто сам себя накрутил, сам ошибался. Глупые детские ошибки, так играть нельзя. А вот Евгения Косецкая наоборот. Для нее первая игра с самыми сильными соперниками в группе сборной Турции выдалась непростой. После победы в первом гейме со счетом 21-17 настроиться на второй, ей помогли советы главного тренера. Быстрее реагировать на подачи и сильнее отбивать – вот что было необходимо в тот момент. Во втором гейме Евгения играла жестче, что позволило закончить его со счетом 21-12. Я думала, что будет хуже, потому что это первая игра. И важно было взять тачку, потому что это очень было тяжело еще психологически. Поэтому я сыграла довольно-таки хорошо, я считаю. Но надеюсь, что дальше будет лучше. Для мужчин поражение в этот день осталось единственным. Фавориты сборной России Владимир Иванов и Иван Сазонов уверенно обыграли соперников из Болгарии с большим преимуществом. Казалось, усталость. Игра для оппонентов была не первой в тот день. Самой долгожданной для России встречей была встреча со сборной Дании. За 12 лет никому не удавалось опередить фаворитов соревнований. Сможет ли кто-нибудь сместить сборную Дании с европейского трона в турнире 2018? Вот главный вопрос всех журналистов. И вот Деникс настал. 17 февраля российские спортсмены встречают на площадке сборную Дании. Пока Евгения Косецкая старается справиться перед выходом с волнением, который добавляют ей домашние трибуны, ее соперница Мия Бличфельд обговаривает моменты игры с тренером. Первый гейм датчанка начала уверенно и раз за разом увеличивала отрыв. Но Евгения переломила ход партии и вырвала победу со счетом 22-20. Следующий гейм Мия Бличфельд много ошибалась, но довела игру до конца. Счет 21-16 в пользу Дании. В решающей партии Евгения создала отрыв, что не могло не являться причиной для долгих споров датчанки с арбитрами. Чувствовалось, Мия потеряла игру, что позволила Евгении Косецкой одержать победу со счетом 21-9. После успешной игры Евгении казалось, что российским девушкам за долгое время удастся сместить фаворитов с пьедесталов в этом году. Но в полуфинале женская сборная России уступила Дании со счетом 1-3, взвоевав бронзовые медали чемпионата Европы. Разочарования, обиды и слезы девушек, которые так хотели повернуть 12-летнюю историю турнира в сторону России. Может, как же сборная России выбыла из борьбы за медали еще раньше. В четвертьфинале спортсмены уступили французам со счетом 2-3. Победители турниров получили право принимать участие в Кубке Томаса и Кубке Убера, которые пройдут с 20 по 27 мая в Бангкоке. Марина Вахрушева, Владислав Сергеев, Неделя спорта. 15 февраля в рамках чемпионата Казани по хоккею свой матч провели хоккейный клуб «Динамо» и сборная Казанского федерального университета. Лолита Юрчик побывала на матче и подготовила для вас следующий материал. 15 февраля в Татнефть-арене в рамках чемпионата Казани по хоккею состоялся матч между хоккейным клубом «Студенты» и хоккейным клубом «Динамо». С самого начала матча динамовцы завладели шайбой, не предоставляя сопернику удобного случая для нападения. Они активно действовали в чужой зоне, создавая множество опасных моментов у ворот голкипера студентов. Благодаря постоянному прессингу вратаря уже на 32 секунде белоголубые открыли счет. «Динамо» играл очень сконцентрированно и забивал одну шайбу за другой. И в конце первого периода счет был 6-1. Во втором периоде динамовцы вновь открыли счет на первой минуте. Шайбу забросил игрок под 90-м номером Артур Садриев. Но в конце матча студенты начали вновь оказывать активное сопротивление своему противнику, что позволило Илье Тюленеву на 40-й минуте матча забить ворота соперника шайбы. Однако шансов на победу уже не оставалось. В третьем периоде студенты стали пускать динамовцев в свою зону все чаще, применяя силовые приемы у борта, заставляя соперника терять шайбу и быстро переходили в контратаку. Но в этой игре опыт оказался сильнее молодости. И динамовцы забили еще пять шайб, одержав уверенную победу со счетом 15-3. Ну, игра как бы была не совсем равная, если честно. Так что немножко была видна расхлябанность команды. А так, поддержка всегда есть. Полуфинал Ассоциации студенческого баскетбола дивизиона «Казань». Казанский федеральный университет против Поволжка государственной академии физической культуры, спорта и туризма. И Казанский авиационный институт против Казанского энергетического университета. Кто выбился в финал, узнаете в следующем сюжете. 13 февраля в культурно-спортивном комплексе «Уникс» в рамках дивизиона Ассоциации студенческого баскетбола состоялись полуфинальные матчи среди казанских вузов. За выход в финал поборолись мужские команды Казанского авиационного института, Казанского государственного энергетического университета, Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма и Казанского федерального университета. Первый полуфинал открыли команды КАИ и КГЭУ. С начала встречи энергетики сразу навязали свою игру. На протяжении первой четверти они с успехом отстаивали свое преимущество, но под конец второй упустили его, и игроки КАИ, воспользовавшись ситуацией, начали присниговать. Частые фоллы со стороны сборной КАИ дали возможность энергетикам перевести счет в свою пользу. Стоит отметить, что главным бомбардиром встречи стал Руслан Щищук, который принес команде 34 очка. Итог первой половины встречи – 34-40 в пользу КГЭУ. Во второй половине матча, несмотря на активный прессик со стороны КАИ, сборная КГЭУ вернула былое преимущество на площадке и уверенно закончила матч. Итог матча – 71-82. Победа Казанского государственного энергетического университета. Эмоции зашкаливают. Мы рады, что мы выиграли. У нас был подкос к составу. Два игрока выбыли с травмами, но ничего, мы собрались и выиграли. Второй полуфинал открыли команды Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма и Казанского федерального университета. Игра у команд началась слаженно и уверенно. Равные по уровню соперники долгое время не могли уйти в явный отрыв по очкам. Но во второй половине матча Поволжская академия начала активно прессинговать КФУ и по окончании третьей четверти мы могли убедиться, что академия заслужила путевку в главный матч дивизиона. Мы не первый раз играем с этой командой. Я очень хорошо знаю эту команду. Очень хорошо знаю свою команду, знаю на кого рассчитывать. Поэтому я, если честно, до последней секунды сохраняла спокойствие и была уверена в том, что мы доведем эту игру до победного окончания. Конечно, надо отдать должное и команде КФУ. Сейчас они не в самом лучшем составе, но я считаю, что те игроки, которые всегда были в этом составе, такие как Лавров, они всегда цементируют эту команду и они всегда достойные соперники и всегда с ними не так просто играть. Итог матча 71-63. Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма отправляется в финал, где встретятся со сборной Казанского государственного энергетического университета. Булат Гусейнов, Айнур Валиев. Неделя спорта. 15 февраля в рамках студенческой баскетбольной лиги сошлись Казанский федеральный университет и Казанский государственный медицинский университет. Подробности вы узнаете в следующем сюжете. 15 февраля в культурно-спортивном комплексе «Уник» стартовал новый турнир в рамках студенческой баскетбольной лиги среди девушек Казанского федерального университета и Казанского государственного медицинского университета. Федералы сразу же перехватили инициативу в свои руки и уже в первые минуты матча заработали два очка. Далее на протяжении первой четверти КФУ занимало доминирующее положение – счет 12-4 в пользу Казанского федерального университета. Начало второй четверти было довольно идентично с первой, несмотря на то, что КФУ уже на 30-й секунде получил заслуженный фолл. Федералы вцепились в игру мертвой хваткой, давая медикам лишь пару раз отыграть свои очки, что свидетельствовало большому отрыву в счете между соперниками. Итог 34-11. Казанский федеральный университет настроен на победу. В следующем игровом отрезке матча федералы полностью завладели площадкой. Щетка ФУ изменялась гораздо чаще, очки увеличивались в разы, в то время как медики смогли набрать себе только фоллы. Результат третьей четверти составил 64-15. Казанский государственный медицинский университет потерял все шансы на победу. Последняя четверть игры ознаменовалась совершенно предсказуемым исходом. За пять минут до конца игры у КГМУ насчитывалось уже четыре фола. Данное положение напрочь выбило медиков из колеи, что говорит об очевидном результате – 85-15. Казанский федеральный университет бесспорно стал лидером. У нас пока мало тренировок, одна тренировка в неделю, но мы стараемся. У нас новая команда, много первокурсников. Мы готовимся к турниру очень плодотворно, усердно. Мы физическую форму набираем, отрабатываем комбинации, штрафные броски, трехочковые и так далее. Разрабатываем различные схемы, чтобы побежать соперников. Аида Шарипова, Луиза Хубатулина. Неделя спорт. На поезде здоровья в Зеленодольск. Студенты привели выходные в пользу здорового образа жизни. Наша господентка Юлия Целиковская побывала в Зеленодольске и сняла для вас сочный материал. Уже восьмой год, выходные февраля и марта двери Зеленодольского здоровительного комплекса «Маяк» открываются для студентов. Традиция проведения акции «Поезд здоровья» существует уже давно. И с каждым годом число участников значительно растет. Ежегодно более полутора тысяч человек принимают участие в этой необычной акции. Институт управления экономики и финансов, как всегда, первыми открыли этот сезон. Очень классно, мне вообще очень понравилось. На самом деле это круто, что институт предлагает такую возможность. Во-первых, это здоровый образ жизни, во-вторых, ты просто веселишься с ребятами. Я, короче, впервые в жизни встал на лыжи, это дико, интересно и клево. Я два года здесь, и я за два года ни разу не вставал на лыжи, и мне дали возможность. Это было очень клево, очень здорово. И вообще, клево. Для реализации проекта «Маяк» был выбран не случайно. Ведь это идеальное место, чтобы заняться активным отдыхом. В Зеленодольском комплексе студентам предлагается огромный выбор услуг. Лыжная трасса, тюбинги, катание на снегоходах, игры и танцы на свежем воздухе. Все это и создаёт тёплую и положительную атмосферу дня. И в четыре. Эконом чемпион! Тюбинг или ватрушку может взять каждый желающий. Попробуем? Я думаю, что праздник удался, и погода, и настроение было чудесным. Мы рады каждый год ждать этого замечательного мероприятия, потому что с каждым годом всё больше желающих, всё больше основных студентов пытаются в первый раз встать на лыжи. Я думаю, увидели, что не всё получается, но они стремятся достичь как можно лучших результатов, и мы им стараемся в этом помочь. Да здравствуй, поезд, здоровья! Скоро пассажирами поезда станут и другие институты КФУ, а здоровительная база «Маяк» ждёт своих посетителей. Юлия Целиковская, неделя спорта. На этой неделе состоялось голосование в рамках премии «Алим» за звание лучшего спортсмена января. В финал голосования вышли спортсмены такого вида спорта, как волейбол. И до последнего было непонятно, кто же станет лучшим. По результатам нашего голосования победу одержал Данир Кашфулин. За него проголосовало 929 человек. Это 54,6%. За вторую финалистку Юлию Музурову свои голоса дали 732 человека. Поздравляем Дамира с победой, и уже скоро мы будем выбирать следующего спортсмена. Спортсмена в февраля. Итак, наша программа подошла к концу. Увидимся с вами на следующей неделе. Меня зовут Владислав Сергеев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин